41 человек погиб в результате жесткой посадки самолета «Сухой Суперджет-100» в аэропорту Шереметьево. Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Борт был вынужден вернуться в Шереметьево после взлета на 28-й минуте полета. Официально причины аварийной посадки пока не названы. Во время приземления уже на летном поле в самолете начался пожар. Эвакуироваться успели только 37 человек. Создана комиссия по расследованию обстоятельств жесткой посадки. Экспертам предстоит оценить действия экипажа, а также исследовать техническое состояние «Суперджета». Репортаж Софьи Кореневой. Свидетелями авиакатастрофы в Шереметьево стали сотни пассажиров, которые вечером 5 мая ожидали отправки своих рейсов. Примерно в половину седьмого на взлетно-посадочной полосе появился горящий самолет. Те, кто находились внутри загоревшегося «Суперджета», также смогли снять происходящее на камеру телефонов. На выход! На выход все! Это маршрут следования самолета согласно сайту «Флайт Радар». Он должен был лететь из Москвы в Мурманск, но вскоре после вылета начал снижаться. На схеме видно, авиаборт дважды заходил на посадку. Во второй раз самолет сел, по свидетельствам очевидцев, ударившись о землю и подскочив. Во время торможения в задней части начался пожар. Пассажиры эвакуировались по надувным трапам. Быстрее! Быстрее! Сгоревший самолет был выпущен на предприятии «Гражданские самолеты Сухого» в Комсомольске-на-Амуре. Для «Суперджета» это не первая авария. В 2012 году предсерийный экземпляр потерпел крушение в Индонезии. Все пассажиры погибли, тогда эксперты признали, что была ошибка пилотирования. В этой авиакатастрофе рассматриваются три основные версии. Ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия, есть версия, что в самолет ударила молния. Рассматривается и вероятность отказа техники. По информации аэропорта Шереметьево, экипаж доложил о некой неисправности. Что-то вынудило пилотов вернуться в аэропорт, не выработав топливо с максимальным посадочным весом. Своё мнение высказывают профессионалы. При отказе электроники, электродистанционной системы управления, самолет, конечно, становится более таким вялым, тяжелым в управлении. Посадить его очень сложно. Во-первых, с максимальным посадочным весом скорости очень большие. А при таком управлении, ну, это сделать очень тяжело. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки. Решение о приостановке эксплуатации «Суперджетов» пока не принято. Сегодня самолеты используют в гражданской авиации Мексики и России, в частности, компании «Аэрофлот» и «Якутия». Представительство последней разослало официальный релиз о том, что техобслуживание самолетов «Сухой Суперджет-100» взято на особый контроль. Софья Коренева, телеканал «Губерния». Губернатор Хабаровского края выразил семьям погибших соболезнования. Сегодня Сергей Фургал отправил в адрес правительства Мурманской области телеграмму со словами скорби. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.